Прям разбег большой, то есть у меня есть клиенты и 87 лет, даже 85, такие достаточно много, например, клиентов. Есть молодые, по 30-35-40, но и в среднем клиент это 50-60 лет, вот это самая большая часть. Значит, в основном проблема, с которыми люди звонят, это в первую очередь, конечно, давление высокое. То есть это гипертония, атеросклероз, то есть это давление до 180, до 200, больше 200, например. Это, соответственно, при атеросклерозе, это головокружение, покачивание при ходьбе, шум в ушах, это густая кровь. То есть сосуды, капилляры тонкие, нежные, не хватает подачи кислорода в головной мозг, отсюда вся эта симптоматика возрастная. Причем это бывает и в 40 лет у молодых, и очень много обращаются после инсультов, после инфарктов, как геморрагические инсульты, так и шимические. Звонят люди, которые даже, например, в тяжелом состоянии после инсультов, это лежачие больные, которые не могут шевелиться, допустим, сами себя не обслуживают. То есть в основном это звонят, естественно, родственники для них. То есть это жена, как правило, либо дети обращаются, чтобы помочь, допустим, супругу или родителям. То есть с нарушениями речи, с нарушениями работы памяти, с параличем левой-правой стороны. То есть это достаточно большое количество людей тоже звонят по инсультам, по инфарктам. Также, когда начинаешь выяснять клиническую картину, выявлять потребности в общении с людьми, которые к нам звонят, спрашиваешь, рост вес в пропорции, в подавляющем большинстве случаев это всегда лишний вес есть. То есть это, ну скажем, 160 см женщины, а вес у них по 80-90 кг. Мужчина 170-180, вес по 100 и больше, допустим. То есть следующий вопрос, отсюда вытекает, это жировой гепатоз. Холецистит, панкреатит, гепатиты бывают. То есть это закисленность организма, нарушение кислотно-щелочного баланса. То есть это застойный процесс в органах малого тарса. То есть на этом фоне вот там накапливается инфекция, патогены, микробы, бактерии, вот эта шлакованность образуется. И на этом фоне опять же и кровь пустая, вязкая становится. И почему дальше будут осложнения там на сосуды, на давление. Дальше это анемение в конечности, в пальцах, ног, рук. То есть из-за этого же болят и суставы тоже. Актрит, артроз, то есть нарушается кровообращение в органах малого тарса, соответственно, нарушается подача крови к ногам. Там, где плохая циркуляция крови, там начинают очаги воспаления образовываться. То есть это артрит, артроз, коксартроз, гонартроз, остеопороз, остеохондроз. Это тоже типичная симптоматика, ну и диагнозы наших клиентов. Также еще очень часто люди жалуются на бессонницу. То есть это нарушение сна, это судороги, спазмы, мышечные боли. В большинстве случаев это указывает на дефицит магния. То есть это симптомы бессонницы и судороги, это взаимосвязанные как бы показатели дефицита магния. По урологии тоже практически постоянные проблемы с урологией, это цистит, пиелонефрит, частые пазы в туалет, недержание мочи, ночные пазы в туалет. Причем это как у женщин, так и у мужчин. У мужчин это простатит аденома. То есть после 45, после 50 лет практически у 90% мужчин это простатит хронический. Практически у каждого второго после 60 лет это аденома. То есть это увеличение простаты, это уже опухоль. То есть мужчины они как правило затягивают, то есть они не обращаются до последнего к врачам, а все это списывают на то, что они там много воды пьют, чая там и так далее, то есть что это нормально сейчас. Но на самом деле идет развитие такой аденомы опухоли и к сожалению, вот по моей статистике, по опыту я в колл-центрах работаю почти 12 лет. Там начинается 18 лет, период я работал и есть такой вот срез, скажем так, да. То есть сейчас на третьем месте рак простатит у мужчин по смертности после инсульта, после инфаркта. Вот и диабет, по-моему, на втором месте. Вот что касается диабета, когда у человека лишний вес, жировой гипотоз, желчный пузырь удален, это тоже частая такая история, симптоматика, автоматически возникает предрасположенность у человека к диабету. То есть это возрастной такой приобретенный диабет образуется. То есть сахар не сильно зашкаливает там 10-12, он как бы медленно ползет вверх, 6-7-8 единиц, близко к верхней границе нормы. Это связано с тем, что печень является стабилизатором сахара, когда у человека лишний вес, печень плохо работает с углеводами. И сахар как бы повышается постепенно. Это тоже показатель густой, вязкой крови. У нас, соответственно, когда густая кровь, это сосуды слабели, давление, то есть по всем фронтам осложнений. Также диабет, естественно, ну либо наследственная предрасположенность, преемственность, либо уже когда после стресса, допустим, нарушается работа поджелудочной. Плохо вырабатывается инсулин, ну и плюс там с печенью проблемы, и сахар колеблется то 10, то 12, то 15. То есть если человек не держит диету, то он может быть и за 20, допустим. Диабет страшное заплевание, то есть опасен не сам диабет, а именно осложнение, которое он дает, а дает он осложнение по всем направлениям. И на глаза, и на ноги, на урологию, на сосуды, на суставы, то есть в себе весь организм, можно сказать. Вот, и основная проблема диабета – это густая, вязкая кровь, сосуды сушатся, они становятся хрупкие и слабые. То есть нарушение кровообращения, отсюда все проблемы. Ну или в первую очередь, как правило, зрение страдает и ноги. Вот, что еще здесь отметить? Ну, запоры, да, вот очень часто тоже запоры возникают. То есть опять же, это разные причины по запорам могут быть, но когда в области малого таза струкуляции крови слабо, когда у человека с годами с возраста малоподвижный образ жизни, допустим, у человека забивается лимфатическая система, и на этом фоне возникают запоры в моторе кишечника слабые, пропускная способность. Запоры тоже страшная вещь, многие недооценивают ее. Это идет системная постоянная интоксикация организма. Токсины, шлаки, они всасываются в кровь, опять же идет закисление, ну и, соответственно, много там воспалительных процессов предрасположено к большому количеству заболеваний различного возникает. Естественно, что и по зрению тоже, как правило, очень часто, когда спрашивают человека, как у вас со зрением, с глазами, ну это практически у всех катаракта, глоукома, что касается после 50 лет, там, ну помоложе, они просто замечают, ну что немножечко там зрение падает. Там, скорее всего, это возрастное, как бы, да, то есть и люди до тех пор, пока что-то серьезное не случится, ну часто не обращаются к врачам, ничего не предпринимают, там, ни капли, ни гимнастику ничего не делают, ну, потерпимо вроде и как бы живут с этим заболеванием. Вот, что еще? Ну вот, в принципе, это все, ну, по большому счету, весь спектр заболеваний, с которыми мы там можем столкнуться, это вот все наши клиенты. То есть и часто это вот как раз и есть букет заболеваний, особенно если улучшает диабет, по тому же как следствие идет и сосуды, и все на свете. Вот, но в большей степени это люди с давлением, с головокружениями, шум бушак, атеросклероз, лишний вес, гипотоз, там плохой сон, судороги, сурология проблемы. Значит, ну я просто тому это веду, что по большому счету наш продукт вообще он показан всем людям. То есть он, на мой взгляд, работает с магниеводородом, вообще его уникальность, ну я просто вам презентацию просто дам, вот как я с людьми, допустим, да, разговариваю, объясняю. Магниеводород – это натурально-молекулярный комплекс, то есть он работает гораздо лучше, чем любые БАДы. Он хорошо усваивается в организме, очень высокая биодоступность. Вот когда принимаете капсулу магниеводород, в желудке происходит реакция взаимодействия с кислотой, выделяется молекула водорода. Вот сегодня мы проведем эксперимент, который наглядно покажет аналогию с лимоном, то, что происходит у нас в организме во время приема капсулы. То есть выделяется водород. Даже во Вселенной это считается самой маленькой молекулой. Соответственно, она проникает везде абсолютно беспрепятственно в самые труднодоступные сосуды, капилляры, вены, вплоть до клеток головного мозга, лимфатической системы, костно-хрящевой ткани. И водород, он имеет свойство восстановления поврежденных клеток. То есть он соединяется с кислородом, избыточный особенно, который является окислителем у нас в организме. Получается H2O, молекулярная вода. Все равно насыщает клетку изнутри, идет омоложение, регенерация клеточной структуры. Иногда у нас была реклама, что водород – это как эликсир молодости. Если бы мы это говорили, конечно, люди нас не совсем попали, но фактически это идет реально как эликсир молодости, омоложение клеточной структуры. То есть сосуды становятся мягче, крепче, более эластичные. За счет этого они расширяются, поднимается тонус сосудов. Самое главное свойство, достоинство водорода – он разжижает кровь естественным путем. То есть не как кардиомагнил, аспирин или тромбоаз, химической реакции. Он разжижает кровь как когулянт и как антиоксидант мощнейший. Вообще водород считается самым сильным антиоксидантом. И магний тоже антиоксидант. И вот в связке с водородом они ощелачивают организм. То есть улучшают и нормализуют кислотно-щелочной баланс. Другими словами, выводят из организма токсины, шлаги, тяжелый металл, холестерин снижают, патогены микробактерии, снимают все воспалительные процессы. Что происходит как следствие? Восстанавливается правильное кровообращение по всему организму. Пойдет подача свежей крови, уже обогащенной кислородом, в головной мозг, в сердце, внутренним органам, в конечности. И в первую очередь это влияет на что? Стабилизирует давление, убирает как раз головокружение, покачивание, шумуша. Голова становится такая легкая, ясная. Это очень полезно для памяти, для зрения. То есть даже микрокапилляры, в голове они очень тонкие, чувствительные капилляры, очень такие нежные, скажем так. Они с годами забиваются, теряют тонус, не хватает подачи микро-макроэлементов, кислород из-за этого стареет, истощается. Сетчатка, допустим, хрусталик, появляются проблемы с памятью. Вот такие возрастные проблемы. Наш препарат, он как раз очень хорошо обогащает такую катализацию кислорода, дает в головной мозг. То есть это тоже предотвращает проблемы с, наверное, со старением, с атеросклерозом, с гипертонией. И приостанавливает заболевания зрения глаз, катаракты, глукомы. С катаракты, с глукомы по зрению там вообще, в принципе, улучшить крайне тяжело. Как правило, процессы по зрению, они неопротивимого характера, поэтому зачастую делают именно операцию по замене хрусталика, допустим. И здесь очень важная задача именно сохранить то, что есть у человека по зрению, чтобы не было деградации. То есть наш продукт, он предотвращает дальнейшее усугубление проблем. И местами четко и с ясным зрением немножко улучшает. Если, например, у человека катаракта, там туман, мушки перед глазами, слезоточивость, зуб, покраснение, допустим, это вот такие симптомы. То есть этот препарат постепенно, конечно, не сразу, не моментально. Безусловно, да, но это процесс растянут во времени, у каждого индивидуально, но тем не менее положительная динамика по зрению у всех тоже наблюдается. Соответственно, когда чистятся сосуды, улучшается тонус сосудов. То есть кровь, она как двигается? Сосуды, они расширяются, сужаются, расширяются, сужаются. Вот атеросклероз, когда слабеет тонус, эндетели внутренней стенки, да, эпители внешней стенки, вот они теряют тонус, и поэтому прокачка крови, она становится более медленной, более тяжелой, нагрузка на сердце из-за этого увеличивается. То есть сами сосуды тоже насосы. А к сердцу оно качает, там, ну, 400-500 грамм крови, сейчас учет, что в среднем, там, 3-5, может быть, литров крови в человеке. То есть когда наши сосуды чистятся, кровь легкая, текучая, именно реология крови улучшается. Реология – это биохимические, скажем, запаранты в крови. То есть она омолаживается, кровь становится как в 20 лет, как в 25, вот лучше молодые годы. Вот в этом плюс. То есть это снижает нагрузку на сердце, а, соответственно, это дает мощнейшую профилактику инсульта и инфаркта на резких телек. Ну и, соответственно, у кого, например, родители, стенокардия, тахикардия, там, ишемическая болезнь сердца, это вот стандартный тоже букет этих заболеваний сердечных. То есть это тоже профилактируется по всем вот этим направлениям. То есть это, конечно, не вылечит, условно, да, мы не снимаем там диагнозы людям. И это не то, чтобы там волшебная какая-то панацея в этом плане, но, как вы знаете, говорят, как говорил Гиппократ, по-моему, если не ошибаюсь, вот насколько здоровый сосуд, настолько здоровый человек. Вот разжижение крови, очистка сосудов, она определяет профилактику, на самом деле, везде, по всему организму. Дальше, что происходит еще? Вот в органах малого таза нормализуется кровообращение, тоже постепенно, вот ликвидируется венозный тазовый застой. Вот этот возрастной венозный застой крови, это, наверное, главная причина проблем с урологией, с печенью, с кишечником, с суставами. То есть нарушение подачи крови, нарушение питания происходит, истощение, соответственно, органов. То есть старение организма происходит быстрее. Наш препарат этот застойный процесс убирает. То есть кровь начинает циркулировать беспрепятственно. Даже мелкие, вот в области вночной системе, например, такие тоже достаточно тонкие, чувствительные сосуды и капиллярная сетка. Вот наш препарат в силу водорога, вот мелкая частица, везде проникает, очень биодоступность высокая. Соответственно, идет очищение полностью капиллярной венозной системы. И налаживается подача полезных веществ, микромакроэлементов кислорода к печени. Соответственно, печень лучше работает, начинает к почкам, к желчному пузырю, к поджелудочной. То есть функциональность органа повышается. Стабилизируется подача крови к ногам. Соответственно, там, где хорошее кровообращение, там уже меньше очагов воспаления. То есть при суставных болях, например, при артрите, при артрозе, идет снятие симптомов, то есть дискомфорт и болевые ощущения проходят постепенно. То есть это вот все связано с улучшением кровообращения, по большому счету. То есть, ну, тут методика простая. То есть восстановление хорошей циркуляции крови. Значит, так же определяется, например, ночевой пузырь. Вот у меня прям женщина одна, она буквально на дня звонила, она восторгивала. Она по пять раз вставала ночью в туалет, и вот она попила магниеводорол. И у нее так получилось, что она уже через неделю перестала вставать пять раз. Она один раз встает, только под утро. Это реальный кейс, реальный пример. То есть, ну, обычно у людей немножко побольше нужно пройти времени, чтобы такой эффект добился. Но у нее вот, она причем, ей под 70 лет, но как-то у нее прям быстро сработало. Вот. Еще здесь хочу отметить магний. Да, вот водорол сам по себе уникальная, эксклюзивная вещь. Но тут еще и магний малаконос. То есть металлинизированный магний. Это не магний, который есть, как в аптеке продают. Это молекулярная формула магния, одна из лучших. То есть очень биодоступная, очень усвояемая магний. То есть первое, что он обеспечивает, он очень хорошо стимулирует моторику микрофлору кишечника. То есть вот у кого запоры, например, люди начинают принимать магний. Очень хорошо идет очистка. На первых этапах, как правило, это идет даже жидкий стул. Немножечко. То есть, ну, как медиарея, конечно, это контролируемый процесс. Но все равно человеку несколько дней, там, бывает неделю даже, дожидаясь жидкий стул. Ну, зато потом такая легкость появляется. То есть уже, как бы, кишечник немножко перестраивается. Особенно, значит, нарушение кислотности там в кишечнике. Даже иногда есть дискомфорт. Если у человека сильный грастрит, допустим, не всегда, ну, прям, или язва. Вот одно из противопоказаний сразу вам сказать здесь. Вот у кого язва в острой форме, нельзя, допустим, использовать наш препарат. Надо сначала пролечить язву, чтобы зарубцевалось. Потом можно использовать комплекс. Или у кого совсем проблемы с кислотностью в кишечнике, это там дисбактериоз запущен. Или хеликобактер вот часто тоже, бактериальный баланс, нарушение, там, этих паразит есть. То есть у человека проблемы с кислотностью, у него поносит, жидкий стул и так далее. Наш препарат, он во время приема тоже может спровоцировать немножечко вот здесь обострение. И здесь вопрос дальше, ну, это редко бывает. Обычно, ну, это такие эпизоды, может быть, там, ну, из 300 человек, 2 или 3 человека мне об этом сказали. Вот мы начали копать, выяснять, почему это происходит, то есть почему такая вот симптоматика. И всегда это уходит в кишечник с кислотностью, проблемы там серьезные, запущенные. Вот я уже сделал вывод, что, ну, как бы с такими людьми надо как бы индивидуально смотреть, рекомендовать им или нет, или лучше не брать на себя ответственность, допустим, да. В то же время магний – это такой элемент, который стимулирует центральную нервную систему. Он снимает стресс с напряжением, успокаивает организм, расслабляет, выравнивает психосоматику, восстанавливает хороший сон. Магний – это первое, что рекомендуют, если есть бессонница, например, у людей. Вот, если человек, например, стрессовая работа, нервная, там, или он после какой-то ситуации, там, трагедия, или еще что-то случилось, подвержен к стрессу, находится в состоянии тревоги, допустим. Магний тоже очень хорошо помогает успокоить и предотвратить, там, допустим, тот же диабет. Потому что если, ну, часто бывает на фоне стресса у людей диабет, особенно в возрастной категории, там, когда иммунитет слабый, ну, и, как бы, можно спровоцировать. Вот, много клиентов просто мне об этом рассказывают, в практике я тоже это беру. Вот, также магний, он убирает судороги, спазмы, мышечные боли. Вот, очень часто люди, например, жалуются на то, что он убоит в позвоночник, там, грыжа или протрузии, допустим, людей, и вот, как бы, тянут. Или остеохондроз, допустим, спина постоянно болит, или ноги крутит, как бы, вот так вот заснула. Вот, даже у меня у мамы, например, так было. То есть у них крутил постоянно ноги, ну, то судороги, то есть такое неприятное ощущение. Потом попила мне, там, буквально две-три недели, у меня вообще это прошло полностью. Там очень быстро помогает, вот, в этом плане магний. Еще магний, он улучшает работу памяти головного мозга и проводимость нервных окончаний. То есть головной мозг, он определенный импульс дает для того, чтобы управлять внутренними органами, тканями, сосудами. То есть вот здесь вот такая, ну, идет система, центральная нервная система. Вот магний усиливает проводимость этих импульсов, контактов. То есть как программное обеспечение внутреннего в организме начинает перезагружаться, если мы пьем магний хорошо, стимулируем, и организм хорошо слушается. Это, ну, управлять организмом проще. Это очень так выраженно происходит, когда у человека не менее, допустим, да, у него слабые руки, особенно вот после инсультов, или нарушенная речь, память нарушена, или когнитивные функции нарушены у людей. Вот почему у нас после инсульта люди очень хорошо, прям быстро, порой даже, ну, я удивлялся, когда вот за 10 дней приема мужчина, за 2 года лежачий больной, у него жена сказала, не мог шевелиться, сам себя не мог обслуживать, речь была нарушена, вот так очень непонятно, мямлил, условно говоря, там слова не мог вспомнить. 10 дней попили, 3 раза в день, утром в обед, вечером. Он уже нам сам записал вот, да, у него внятная речь появилась, он начал слова вспоминать, начал шевелиться, потихоньку начал сам себя обслуживать. То есть это такая усиленная анализировка, 3 капсулы в день, но факт в том, что человек реально, вот именно наш продукт помог, даже в такой тяжелой ситуации, как вот инсульты, 2 года они там что-то не пробовали. Вот, причем это не единичный пример, когда речь идет об инсультах, то есть это, ну, у меня там 5-6 человек в таких тяжелых ситуациях, инсульты находились, препарат прям давал нам положительный, хороший эффект. Вот, ну, и вот получается магний, у него достаточно широкий спектр воздействия. Водород, вообще универсальный антиоксидант, один, ну, считается вообще самый сильный мощный антиоксидант. Да, и вместе в связке с магнием, это такой хороший тандем для общего оздоровления. Вот, для внутреннего очистки, ощелачивания, нормализации кровообращения и повышения противовирусных, противовоспалительных функций. То есть это идет оздоровление по всем направлениям. Плюс еще, как-то мы начали замечать со временем, вот после Нового года уже, когда я работал, уже больше клиентов появлялось, появлялось, еще заметили косметологический эффект хороший. Некоторые сейчас именно для этого и звонят, даже рекламу мы сделали специально для женщин, в основном целевая аудитория, но суть в том, что идет омоложение кожи, то есть разглаживаются морщинки. То есть там вот, мы как-то не нацеливались на этот эффект, но начали люди говорить чаще, ну, часто, и даже мужчины отмечали, что улучшается состояние лица, кожи, как бы подтягивается кожа, более упругое, более ясно становится. Поэтому для многих женщин, я думаю, это тоже важный фактор. Состояние волос, ногтей, кожи в целом – это водород. То есть идет, когда водород, он как бы клетку омолаживает, соединяется с кислородом, мы состоим из воды на 70-80%. И аж 2 – это, что не наив, там регулярная вода, которая изнутри нам вот эту гигиену такую обеспечивает. И в то же время клетка как бы набухает. Вот что касается дермы, эпидермиса, допустим, идет как раз выравнивание изнутри. Это даже лучше, безопаснее, чем, допустим, какая-то косметика профессиональная. Или там токсичная, с какими-то амортизаторами или отдушками бывает. Ну, что только не… ну, и косметологические какие-то инъекции, вот женщины что только не пробуют. Здесь, конечно, не моментальный эффект, не быстрый, но это скорее как следствие идет внутреннего такого очищения, но в то же время такие результаты тоже люди у нас наблюдают. Еще забыл сказать, что люди, знаете, которые принимают наш препарат, они чувствуют прилив сил, бодрость, энергия появляется. Голова такая легкая, ясная. То есть интеллектуальный труд, допустим, какой-то дается легче. Физическая активность, тонус, какие-то занятия там легче. То есть люди, которые, например, гуляли там по часу, они начинают гулять по два, по три часа. То есть меняется вот это качество жизни. Порой звонишь, вот человеку тоже, сговоришь с ним, он меняется даже эмоционально вообще по разговору. То есть как он звонил вначале, у него куча болячек, куча проблем. То есть с ним поддерживаешь связь. Я в среднем стараюсь там раз в неделю, раз в 10 дней с людьми поддерживать связь, смотреть динамику, какие изменения, улучшения. Иногда корректируем дозировки. Обычно там с одной капсулы начинаем, постепенно до двух капсул доводим в день. Потом там иногда до трех капсул. Если у человека запущены диабеты или инсульт, инфаркт, то есть мы до трех капсул начинаем принимать. Ну и смотришь, как человек просто преображается. Это очень классно, прям, ну, это заряжает самого энергией, такой энтузиазм появляется. И очень легко работать в этом плане. То есть когда препарат достойный, реально хороший, то, ну, его легко рекомендовать. Когда накапливается такая база благодарности, скажем так, то вообще, ну, как бы, это окреляет, на самом деле, да. Здесь хочу еще отметить противопоказания. Вот про поводу язвы я сказал. Также идет стандартное противопоказание нельзя беременным и во время кормления грудью. Вообще достаточно такое, это как бы базовое противопоказание вообще в БАДах, пищевых продуктах, о нем в основном всегда идет. И детям с 19 лет. Но у нас, например, вот у меня была женщина-партнерша, она, ну, есть она, как бы, окуляши, она на восьмом месяце была в беременности, когда мы первый раз с ней пообщались, и она под свою ответственность взяла, то есть я ее предупреждаю, что вообще инструкции как бы не рекомендуется применять. Она говорит, давайте я все равно попробую. Она попила, и вообще не было никаких побочных действий, каких-то проблем. Наоборот, она прям очень ей понравилась, она не могла спать нормально там несколько месяцев, да, вот, с этим, ну, вот, такой, находилась в каком-то нервном состоянии. Начала принимать препараты, и она говорит, я забыла, потому что когда я так спала, хорошо. То есть это, кстати, люди пожилые, у кого бессонница тоже, они очень часто тоже, как говорят, многие спали, как младенцы, вот реально, ну, как бы, такой есть эффект. Вот. Потом, ну, и противопоказания, вот, по кишечнику тоже не рекомендуется. Но индивидуальная непереносимость компонентов, это тоже стандартная штука, да, которая везде есть. Но здесь вот этот фактор, индивидуальная непереносимость компонентов, я вот из практики вот больше с кишечником связываю, вот, у кого прям совсем, либо онкология кишечника, либо вот если, например, вырезали часть кишки, допустим, да, делали операцию, либо вот хеликобактер, вот это сильный, там, гастрит, прям такой запущенный, вот там надо осторожно назначать. А так, ну, рекомендовать, точнее, мы не назначаем, мы не врачи, мы специалисты рекомендуют. Да, то есть, поэтому, ну, как-то так. А так, в целом, препарат безопасный, то есть он побочного действия не дает. Он совместен с любыми лекарствами. То есть люди, которые принимают таблетки, ну, вот, обращаются к нам, они все практически принимают ИНАП, Илонаприн, Конкор, Амлодипин, Лазап, там, Кардиомагнил, то есть вот этот, ну, все вот эти, кто, у кого диабет, это Метформин, там, Глюкофаж, там, Диабетон. Это русские аналоги здесь тоже свои, там, созвучные. Но суть в том, что ИНАП, Амлодипин, там, Кардиомагнил, это на химической основе идут. Сосуды расширяющие препараты. То есть химическая реакция происходит, сосуды на какое-то время расширились, давление упало. Через какое-то время опять спазм, опять давление поднимается, опять нужна таблетка. То есть это зависимость вызывает. Ну, и в конечном итоге при длительном употреблении это провоцирует, там, побочный эффект на печень, на кишечник, там, и как бы истощает сосуды, потому что это химическая реакция. Для организма это не природный, неестественный, скажем так, способ, там, стабилизации давления. Наш препарат, он не сосудорасширяющий, он сосудоукрепляющий, скажем так. И пусть не сразу идет стабилизирование давления, как правило, в течение двух-трех месяцев происходит такое, ну, уже заметная динамика, такая стабильность, хорошего давления. То есть потихоньку, 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 не сразу. Но зато потом, ну, я думаю, что оно не вернется, там, год-два, там, полтора, в зависимости от образа жизни, от питания, там, человека, индивидуально. Ну, то есть, грубо говоря, постоянно пить не нужно, там, 3-4 месяца пропили, восстановились, все устраивают, можно, там, спокойно жить, заниматься своими делами, через какое-то время повторить курс, там. Можно раз в год, там, два раза в год, ну, по-разному, это уже от человека, от внутренних ощущений, я думаю, должно, как бы, зависеть. Вот. А по диабету, проблема в том, что глюкоза плохо усваивается, да, и печень плохо работает с углеводами. То есть мы, когда что-то кушаем, углеводы всасываются в кровь, печень должна быть, углеводы расщеплять на ферменты, на более мелкие ферменты, и печень является стабилизатором сахара, то есть не дает сильно высоко сахару подниматься, то есть углеводы расщепляет, забирает к себе. А когда сахар, например, падает, там, до 3 единиц, там, допустим, это, ну, гипогликемический криз, то есть, ну, человек шатает, начинает слабость, лялость, ему, вот, срочно, там, конфетка нужна или сахар, допустим, да, чтобы поднять уровень сахара. То есть, а печень вообще этот процесс должна тоже регулировать. То есть, когда снижение идет сахара, печень выбрасывает ферменты, чтобы поднять уровень сахара. То есть она выполняет рост стабилизатор. И при жировом гипотозе эта функция нарушена, как бы, поэтому у человека начинается колебание сахара, и потихонечку растет уровень сахара. И поджелудочная плохо вырабатывает инсулин. То есть не в то время, не в том количестве, когда надо. Инсулин – это гормон, который проводником является глюкоза внутрь клетки. То есть глюкоза – это основной источник энергии для человека. И у диабетиков глюкоза, она остается в крови. И поэтому брок как сироп. Она густая, вязкая, потому что она в полном объеме в клетку внутрь не прошла. Вот это диабет. И почему происходит? Почему глюкоза внутрь клетки? Потому что инсулина мало выработалась. Или он не в то время выработался, потому что поджелудочный сбой дает. И вот что дает наш препарат? Помимо того, что он улучшает функцию поджелудочной печени, он способствует обновлению клеточных инсулиновых рецепторов. То есть есть медиаторы, такие антенки, через которые глюкоза проникает в нужные клетки. И когда вы очищаете организм, например, или пьете препарат, то есть в клетке лучше начинают видеть глюкозу. Это способствует стабилизации, постепенному снижению уровня сахара. Ну и диабет, конечно, никто не вылечит, там диагноз не снимет, но это профилактически обеспечивает. И защищает от осложнений диабета. Потому что опасен даже не сам диабет, а именно осложнение, которое он дает. То есть в первую очередь он сушит сосуды и густая кровь. Поэтому здесь вот у нас разжижает кровь и укрепляет сосуды. Вот такой вот принцип.